Всем доброго времени суток! В этом выпуске я подготовил вам несколько тестов с процессора i7-3770 с разгоном и без. Суть выпуска состоит в том, чтобы выяснить актуальность процессора с учетом сокета и стоит ли разгонять и что это даст. На все железо, которое будет по ходу выпуска, ссылки есть в описании. Давайте для начала пробежимся по железу, чтобы каждый понимал, на чем именно я все тестировал. Материнская плата Asus P8 Z77V LX2, процессор i7-3770 на 3,4 ГГц, охлаждение SWO от Corsair H110i, SSD от Kingston V300 на 120 ГБ. Оперативная память, 3 планки по 4 ГБ от Corsair Vengeance и 1 планка от Gloveway также на 4 ГБ и все они на частоте 1600 МГц. Проведу следующие тесты без разгона и без турбобуста, с турбобустом также без разгона, с разгоном и без турбобуста, и с разгоном и с турбобустом. А также сделаю тест в рендере видео с разгонами турбобуст и без разгона и с турбобуст. Итак, план есть, действия ясны, теперь усаживайтесь поудобнее и смотрите, какими будут результаты. Первый тест без перезагрузки компьютера, работал он периодически уходя в режим сна около недели, выбивает 507 кубитов. Хотя выбивал, как это можно увидеть, 662 кубита, но нужно учитывать запущенные процессы, программы и так далее. Произвел перезагрузку, но программ запускаемых при запуске системы не становится меньше, но она разгружается от других процессов и уже результат в 645 кубит. А теперь тест без турбобуст на средней производительности, естественно с перезагрузкой и результат в 548 кубит. Тут можно увидеть довольно таки ощутимую разницу в производительности и также надо отдать должное турбобусту. Maybe you should relax, maybe you should relapse, just kidding. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Результат следующий 690 кубит, повторяю вся система и автозагрузка идентична прошлым тестам. При этом СВО как с цепи сорвалась, температура выросла до 75 градусов, СВО повысила обороты и снизила до 43, с чем показала свою мощь. Но из-за двух 140 мм и шумных вентиляторов уровень шума повысился и начал доставлять неудобства. Рендер в Sony Vegas Pro 15 с разгоном и в Turbo Boost показал время 4 минуты 37 секунд, без разгона в том же Turbo Boost 5 минут 6 секунд, разница 31 секунду. А теперь несколько скринов тестов процессоров на этом же сокете, 26.00 с разгоном и без, 26.00K также и 37.70K. А еще что-то аналогичное из современного сокета с такими же результатами в Sinebench. Давайте глянем на цены процессора сокета 11.55 и сделаем для себя некоторые выводы. А если воспользоваться кэшбэк сервисами такими как EPN или T-Shops, можно получить желаемый камень еще дешевле. Ссылки есть в описании. Как по мне, самым перспективным в цене и производительности является процессор 37.70, так как его гнать не нужно, но можно. Он будет шустрее 26.00 и 26.00K без разгона, но 26.00K с разгоном скорее всего будет шустрее его, но есть и обратная сторона, это термопаста под крышкой. То есть нужно и это учитывать и смотреть температуру по ядрам и при необходимости скальпировать. А 37.70K не столь привлекательен из-за своей цены, которая на мой взгляд завышена и без разгона его использовать не будет иметь смысла. С этим процессором 37.70 без разгона, но в Turbo Boost я монтирую видео, играю в игры, работаю и работают множество программ одновременно. И он полностью удовлетворяет моим потребностям, и поэтому я не вижу смысла брать что-то дороже и на новой платформе. В общем, если есть вопросы или мысли, с которыми хотите поделиться, можете все изложить в группе в ВК или в чате в Телеграм, ссылки в описании. Там же есть и ссылки на все железо, о котором я говорил и показывал в течение этого выпуска. Продавцы проверенные, цены минимальные. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ставьте лайки. Этим я буду стимулирован для дальнейшего развития канала. На этом мой выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи, хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok